Хочу я начать вот с чего, со слов великого Галилея, который писал, что создатель писал книгу природы с помощью того языка, который мы называем математикой. И поэтому для того, чтобы эту книгу прочесть, нужно этим языком владеть. В частности, владеть треугольниками, кругами и разными другими геометрическими фигурами. И все бы это было хорошо, если бы только не страшное подозрение, которое периодически в голову приходит, а именно, а что если математика — это просто свойство нашего мозга. Вот наш мозг порождает такую математику. Это, надо сказать, неприятное заявление, потому что это ставит под вопрос ее объективность. Замечательные наши отечественные философы Пятигорский и Мамрадашвили писали во многих работах и многократно говорили о том, что вообще нужно снять вопрос о субъекте и объекте. Не считать, что те, кто исследуют, они как бы вне находятся. Вот они сидят в зале, а на сцене происходит нечто, что они исследуют. Мамрадашвили и Пятигорский говорили, мышление и бытие совпадают. Дело в том, что то, что происходит у нас в голове, и я хочу заметить, у каждого из нас, не только у авторов вот этой книги, например, «Галилея», а в голове каждого из нас, говорят нам о том, что вот один человеческий мозг, любой, имеет количество переключений, количество связей большее, чем все интернет-соединения и все компьютеры Земли. Человеческий мозг один, мощнее любого суперкомпьютера в миллионы раз, если не сказать миллиарды. Тем не менее, лучшая из метафор, которую я бы по отношению к мозгу привела, это то, что мозг – это музыкальный инструмент. У меня, к сожалению, нет времени это обосновать, но уж поверьте мне на слово. Некоторым везет, и им достается по наследству, то есть с генами. Сразу очень хороший инструмент – стейнвей. Но даже им, этим людям с замечательным мозгом, им тем не менее приходится учиться на нем играть. И поэтому мы отдаем детей в хорошие учебные заведения, в хорошие университеты и так далее. То, что делает нас людьми – это сознание, только никто не знает, что это такое. Я очень завидую человеку, который автор вот этого определения, его зовут Богин, и он американец, он работал с лауреатом Нобелевской премии Роджером Спери. И он сказал, сознание – это как ветер, его увидеть нельзя, а можно увидеть только результат его деятельности. Это очень точно сказано, потому что, ну вот, когда действует ветер, мы видим то, что сейчас – цунами, крыши летят, вообще много чего происходит. А вот сам ветер увидеть нельзя. Вот сознанием такая же история, и это очень сильно осложняет нам, я имею в виду ученым, жизнь, потому что непонятно, что искать. Мы ищем как бы результат, а сам его найти, самого его найти мы не можем. С давних пор есть попытки расписать, какая часть мозга что делает. Таких карт довольно много, они замечательные, но, к сожалению, это имеет сейчас только историческую ценность. Они очень красивые, и я повторяю, таких картинок много. Но, увы, вот никаких таких отделов давным-давно в мозге никто не наблюдает. И вместо этого наблюдаем мы огромную нейронную сеть, 10-12 степени нейронов в человеческом мозгу. 10 в 15 степени – дикое количество, квадриллион соединений. Компьютер сейчас обогнал человеческий мозг по скоростям окончательно и навсегда. У нас нет никаких шансов. Компьютер работает в многие миллионы раз быстрее, чем информация течет по нервным волокнам. Меньше, чем за наносекунду, может быть, выполнена команда. Но, а что толку? А толку никакого, потому что все равно нет компьютеров, которые бы что-нибудь создали. И единственное, что, по крайней мере, современные компьютеры могут делать – это перебирать операции. Все объясняется тем, что в человеческом мозгу все процессы идут параллельно. И, кроме того, у нас уж если и компьютер в голове, то как минимум не один, не в смысле количества, а в смысле качества. То есть масса процедур аналоговых. И перебором операций они отнюдь не обеспечиваются. Вот так выглядит основной игрок в нашем мозгу, то есть нейрон. Это электронно-микроскопическая фотография, это не игрушки, а это на самом деле он так выглядит. Но у нас в мозгу не только нейроны, но и еще так называемые глиальные клетки, которые раньше считались просто упаковкой для нейронов. Но сейчас уже ясно, что, во-первых, их число еще в 10 раз больше, что просто оторопь вызывает. И, во-вторых, у них есть собственная память, и они еще более увеличивают мощность того, что у нас в голове происходит. Все это обеспечивается сосудами кровеносными. Вот так вот они выглядят. Это тоже не рисунки, это реальные фотографии. Мозг очень наркозатратный механизм. У взрослого человека 25% энергии, как минимум, идет на мозг, который по весу-то очень небольшой. А у младенцев, кстати говоря, 50% энергии. Какое-то время назад были открыты, это знаменитое открытие, зеркальные системы. Вот в середине Джакома Резалатти, который открыл их сначала у обезьян, а сейчас это уже показано на людях. Это системы в головном мозгу, которые обеспечивают способность к имитации, которые обеспечивают социальное взаимодействие, возможность обучиться языку и так далее. Если эти системы поломаны, то дети аутисты, а взрослые больны шизофренией. Это вполне реальные системы. Они обеспечивают нам адекватность нахождения в мире, в том числе и оценку себя. Вот чтобы не было такого, как на этой картинке. Есть возможности, как видите, я показываю очень современные данные. Есть возможности прямой фиксации того, что происходит в этих так называемых зеркальных нейронах. То есть техника довольно далеко пошла. Хочу показать вам также ту часть, которая делает нас нами, которая делает нас личностями. Это гиппокамп, это та структура в мозгу, которая среди прочих, но она, главное, обеспечивает память. Она так названа просто по похожести на вот это мифологическое существо. Ну вот нет возможности, к сожалению, разбирать это, но вы, наверное, можете увидеть. Одинаковая по форме. Вот мне очень нравится эта картинка. Так выглядит гиппокамп, которым все мы помним, у человека. Смотрите, какая красота небесная. Кусочек в мозгу, который вот здесь обозначен красной рамкой, это что-то на тему двуликого януса, потому что в 2007 году было сделано открытие, которое было описано как одно из десяти крупнейших открытий. И эта часть мозга обеспечивает нам не только воспоминания, но и возможность предвидеть и фантазировать, выдумывать новые вещи. Но у нас есть также подсознание, которое обеспечивает нам вместе с сознанием возможность создания произведения искусства и вообще культуру. Как мы до этого дошли? Результаты сравнения геномов наших биологических предков и нас говорят, что есть участки, где изменения происходили с огромной скоростью. Таких участков много, 49. Причем на некоторых из них изменения происходили в 70 раз быстрее, чем в среднем. Вот был выявлен такой ген, HAR1, который кодирует маленький участочек, но маленький, но удаленький, потому что на нем 118 различий между человеком и шимпанзе. То есть это то самое, что сделало нас людьми. Иными словами, существуют участки, которые обладают очень высокими темпами эволюции. Более того, наш мозг может ускорять морфологическую эволюцию в зависимости от того, в какой ситуации организм живет и как он развивается. Будущее наше. Роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом бесспорно появятся и, я бы сказала, уже появились. Роботы с сознанием. Вот здесь большая опасность. Роботы с целями, планами, эмоциями, с эгоизмом. Короче говоря, у них будут собственные планы. Мы от этого никуда не уйдем. Это просто произойдет довольно быстро. Срастание людей с компьютерами, всякие чипы, искусственные органы – это уже настоящее. Это даже не будущее. Это растет. Компьютерная среда, которая будет растворена везде, включая наноуровень. Это ставит перед нами очень серьезные этические вопросы. И, кстати, психологические. А мы справиться с этим сможем? Социально и психологически. Вот это знаменитый исследователь МакЛуэн, который вообще говорил, что развитие человечества – это эволюционное движение от естественного к искусственному. Он даже говорил, мы вступаем в надбиологический вид. Homo sapiens auto creator – самосоздающийся человек, который уже не биологическое существо. Человека машинное взаимодействие не в этой аудитории описывать. Это всем ясно, что это настоящее. Речь идет о так называемом распределенном сознании. Причем распределено оно не только между людьми, потому что никто из нас не живет один. Большинство когнитивных задач выполняются группами или, по крайней мере, парами. Но дело не только в этом, а дело вот в чем. Появилось много разных инструментов, типа айфонов, планшетников, интеллектуальных пылесосов и всякого, которые выполняют часть когнитивной работы, которую мы делали сами, выполняют за нас. Встает серьезный вопрос. И так названа статья одного очень крупного ученого Джерри Фодера «Where is my mind?». А где вообще границы моего сознания? Они не ограничиваются моей головой. Что сулят нам так называемые запасные гены? У меня, к сожалению, времени нет. Но человек уже обладал большими генетическими возможностями, крупным мозгом и всем тем, что давало бы ему возможность развития языка и высоких когнитивных навыков, и при этом ничего не происходило. То есть такое шло тысячелетие за тысячелетием, и человек человеком не становился. Это, кстати говоря, вопрос, на который вообще-то ответа нет. Я хочу сразу расстроить или, наоборот, обрадовать присутствующих тем, что таких запасных генов у нас и сейчас много. Тут встает тоже такой щекотливый вопрос. Во-первых, кто запас? Кто этот запас сделал? Во-вторых, зачем? И чего они, собственно, спят? Чего они ждут? Может, они вот космоса и ждут? Например, для жизни в совершенно других мирах, где понадобятся другие сенсорные системы, другая гравитация, ну, другой мир уже в прямом смысле слова «другой мир». Нужна другая моторика, другое сознание. Что, собственно, с этим делать? И вот напоследок, это мой последний слайд, я хочу привести слова человека, от которого это не ждешь. Знаменитый физик Гайзенберг. Он писал, первый глоток из стакана из дисвознания делает из нас атеистов, но на дне нас ожидает Бог. Такого рода высказываний довольно много. Эйнштейн писал нечто в этом же духе. Тут вообще есть над чем подумать. Я не к тому, чтобы нам вести беседу на тему наука и религия, а к тому, что сложность того, с чем мы сталкиваемся, когда мы исследуем человеческий мозг, запредельно. И мы не можем отнестись к этому как к десерту какому-то, то, что, так сказать, можно заниматься, а можно не заниматься. От того, что мы знаем о нашем мозге, зависит то, что мы знаем о мире. Поэтому весь, все человечество тратит такие огромные деньги сейчас на то, чтобы мозг исследовать. Ну и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok